Время спорта на АЛЛАТО 24. С вами Мария Иванова. Здравствуйте. Футбольные клубы Кыргызстана будут создавать женские команды. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз. По его данным, начиная с футбольного сезона 2025 года, клубы, выступающие в премьер-лиге, согласно новым критериям и условиям клубного лицензирования, будут обязаны создать женские команды. Формирование женских команд предполагает состав из спортсменок до 14 и 16 лет. Формирование взрослой женской команды носит рекомендательный характер. Женские команды будут выступать в чемпионатах Кыргызстана в соответствующих возрастных категориях. Отмечается, что Кыргызский футбольный союз стремится развивать женский футбол в стране, создавая дополнительные возможности для молодых игроков и повышая уровень женских команд во всех возрастных категориях. Это станет важным шагом в направлении развития профессионального женского футбола в Кыргызстане. Также Кыргызский футбольный союз намерен подать заявку на проведение Кубка Азии среди юношей и девушек до 17 лет. Соответствующая заявка будет направлена в Азиатскую футбольную конфедерацию до 4 декабря этого года. Согласно последнему решению АФК с 2025 года, азиатские первенства среди юношеских команд будут проводиться ежегодно. Ассоциация, выбранная для проведения турниров, должна будет принять Кубок Азии среди юношей и девушек три года подряд в 2026, 2027 и 2028 годах. Новые футбольные объекты, а также те, что сейчас находятся на стадии строительства, позволят Кыргызстану успешно провести континентальные турниры такого уровня. Отмечу, что Кыргызский футбольный союз ведет постоянную работу над улучшением организации международных турниров, говорится в сообщении. Ранее Кыргызстан еще ни разу не принимал финальные раунды Кубка Азии. Кыргызстанцы завоевали три медали по парадзюдо на турнире IBSA дзюдо Астана Грэнд Прикс. Это первые соревнования, на которых уже можно было набрать очки для участия в паралимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году. Национальная сборная Кыргызстана по парадзюдо выступила на международных соревнованиях Мировой Гран-при, которые прошли в Астане с 23 по 25 ноября. Победительницей турнира стала кыргызстанка Фердауза Убарикова, выступавшая весовой категории до 46 килограммов, а Улукбек Марсбекулу 64 килограмма и Надежда Рак до 60 килограммов завоевали бронзовые награды. Отечественная команда приняла участие в соревнованиях под руководством главного тренера Канадбека Имьянова. С победами и яркими эмоциями вернулась с культурно-спортивных игр по боевым искусствам. Пики Тяньшаня – большая команда Федерации Традиционного Ушу Кыргызской Республики под руководством заслуженного тренера Натальи Нищерет. Как сообщили в Федерации Традиционного Ушу, игры прошли в Алматы, Казахстан и были организованы под эгидой Всемирной Ассоциации Традиционного Ушу WTWA, региональным центром культуры Тадзи Цигун. В состав сборной Кыргызстана вошли представители школы Ушу, кунг-фу Национального центра детей и юношества Сейтек, клуба Ушу Школы Звездочка, Центра детского творчества Шайры Балалык, клуба традиционного Ушу Мангуст, клуба традиционного Ушу Тенгри. Всего ушуисты Кыргызстана завоевали 19 золотых, 18 серебряных и 17 бронзовых медалей в разных видах программы игр. На играх были представлены различные стили и направления китайских боевых искусств, акинавского каратэ, годзюрю, бразильского капоэра и другое. На турнире Ушу кунг-фу в рамках игр каждый спортсмен выступал в нескольких видах программы. Спортсмены Кыргызстана представили стили традиционного Ушу – тайцзи цюань, сунси, багуа, южный кулак, длинный кулак, технику работы с различными видами оружия, мечи, сабли, шестые вееры, трости и другое, технику дуэлян, обусловленных поединков. Особо отметились мастера спорта Кокумбек Кызэлес, Ташматова Айсалкын, в старшей подгруппе отмечены КМС Дехасен Абдумамун Мамараимов, в юной возрастной подгруппе Эрик Абдулдаев, Альмира Касмахунова, Минбай Чаримови, Андрей Борисов. 29 ноября состоялась итоговая конференция международного проекта «Таза Аллато» по очистке от мусора и обветшалых веревок высочайших вершин Кыргызстана. Этот масштабный экологический проект по очистке пиков Ленина и Хантенгри уже прошел первый этап в апреле 2024 года. Команда из семи человек и волонтеров убрала 7 тонн мусора. Основная проблема – это пластик и так называемые перила, то есть старые веревки. Сейчас они все синтетические. Это проблема не только экологии, но и вопрос безопасности. Несколько альпинистов погибли, потому что использовали в качестве страховки обветшалые перила, приняв их за новые. С помощью первой акции только обозначили проблему, рассказал президент Федерации альпинизма и скалолазания Кыргызстана Эдуард Кубатов. По следующим этапам присоединятся национальные экологические службы, гражданские организации по экологии, международные организации и команда президента Кыргызстана. В рамках проекта «Таза Аллато» все альпинистские компании, работающие в базовом лагере на пике Ленина, будут привлечены к субботникам. В первый день чемпионата мира по масс-рестлингу «Таяк Тартыш» сборная Кыргызстана завоевала 5 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых медалей. Масштабный турнир проходит в столичном физкультурно-оздоровительном комплексе «Газпром» при участии спортсменов из 24 стран. 200 спортсменов, мужчин и женщин соревнуются в различных весовых категориях. В копилку сборной Кыргызстана в первый день золото принесли Азиз Асанов, Абдель Эсингулов, Назия Майлибашева, Рамиль Карыбаев и Рамина Кучкунбаева. Чемпионат мира продолжается и в эти минуты кыргызстанцы защищают честь флага нашей страны на помосте в финальных схватках. В Канаде 59-летняя пенсионерка Дона Джин Уайлд из Бизера попала в Книгу рекордов Гиннесса по количеству отжиманий за час. Она установила новый рекорд среди женщин, сделав 1575 отжиманий за час. «Мне пришлось сдерживать слезы радости и эмоции, продолжая выполнять отжимания», – поделилась канадка своими эмоциями. Женщина отметила, что, несмотря на усталость, чувствовала себя достаточно сильной и стремилась достичь значительного количества повторений за оставшееся время. Ранее Уайлд уже завоевала титул за самое длительное время удержания планки на животе среди женщин, продержавшись 4 часа 30 минут и 11 секунд. По ее словам, подготовка к этому достижению помогла ей успешно выполнить отжимания. На рекордной попытке в этот раз присутствовали 11 из 12 внуков Уайлд, которые активно поддерживали бабушку. Аудитория женского спорта в мире растет рекордными темпами, за ним следит рекордное количество телезрителей и почти никто не сомневается, что в этом году зрителей будет еще больше. Естественное следствие этого в 65 странах запускается круглосуточный телеканал, который будет транслировать исключительно женский спорт. Американская комедиантка и телеведущая Вупи Голдберг запускает All Women Sports Network – новый круглосуточный международный женский спортивный канал. Он будет доступен в 65 странах и уже распространен через стриминговый сервис e-life компании Эти Салат на Ближнем Востоке, а также через индийские GEO TV и филипинские Django Pinoy. Предполагаемая аудитория – 2 миллиарда человек. «Я запускаю первый глобальный женский спортивный канал», сказала Голдберг в вечернем шоу с Джимми Феллоном, добавив, он будет транслировать женские спортивные соревнования со всего мира в прямом эфире. Все от футбола, баскетбола, тенниса, крикета, керлинга до чего угодно, если в этом участвует женщина. Мы это покажем. Тем не менее, AWSN, который Голдберг позиционирует как первый глобальный женский, не единственный, ориентированный на женский спорт. На рынке уже есть Women's Sports Network, который принадлежит бывшей руководительнице ESPN Кэрол Стив, а также европейский W Sport, который поддерживает основатель Setanto Sports Микки Орурк. Официальный сайт нового канала анонсирует, что AWSN будет показывать матчи под эгидами Союза Европейских футбольных ассоциаций UEFA, Международной федерации баскетбола FIBA, женской теннисной ассоциации WTA и женской национальной баскетбольной лиги WNBA. В отличие от традиционных каналов, которые время от времени транслируют женские соревнования, AWSN, кроме трансляций по баскетболу и футболу, круглосуточно будет показывать скейтбординг и серфинг, а также анализ экспертов в прямом эфире и то, что обозначено как закулисный контент. В программной сетке канала уже есть и документальные фильмы про женщин из спорта – Сирену Вильямс, Билли Джин Кинг и других. Идея о спортивном канале про женский спорт зародилась у Голберг еще 16 лет назад. В детстве актриса, одна из немногих, удостоенная четырех главных кинонаград – Оскар, Грэмми, Эми и Тони, мечтала заниматься спортом, но ей не разрешали, потому что она девочка. В Федерации спортивной борьбы Кыргызстана за последние месяцы произошли изменения. Переизбраны члены руководства, а также тренерский штаб и вольной и греко-ремской борьбы. Новым президентом стал Иркин Тентишев, его распоряжением пост первого вице-президента занял Султан Муктаров, также вице-президентом Федерации по женской борьбе Кыргызстана стала Айсултан Ибекова. Султан Муктаров сегодня в гостях в передаче «Время спорта». Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что вы нашли время, потому что все говорят об этом, наверное, весь Кыргызстан сейчас гудит, то, что изменения у нас в спортивной федерации борьбы Кыргызстана. Но начнем со знакомства с вами лично. Вы теперь вице-президент, первый вице-президент Федерации. И расскажите о себе, о своем пути в борьбе. Я знаю, что вы мастер спорта по греко-ремской борьбе. И что вас вдохновило начать заниматься этим видом спорта? Может быть, вы занимались какими-то другими видами спорта? Здравствуйте! Во-первых, хотелось бы поблагодарить, что пригласили на передачу о себе. Ну, что меня сдвигло в спорт? Наверное, я сам со спортивной семьи. У меня отец, мастер спорта СССР по греко-ремпийской борьбе, Саппар Муктаров. Дядя мой, мастер спорта международного класса, они близнецы, тоже по греко-ремпийской борьбе, братья. Ну, у нас, наверное, вся такая семья спортивная. И вот с детства, наверное, с 10 лет я пришел в этот вид. Ну, и, конечно, полюбил его. Был в составе сборной нашей. И вот по сей день очень нравится, увлекаюсь, болею даже, можно сказать, этим видом спорта. Теперь не только этим видом спорта, но и, в общем, борьбой. Вот. Как-то так. Хорошо. Вот вы являетесь мастером спорта по греко-ремпийской борьбе, но заняли пост, который отвечает за все три вида спорта, как я понимаю, да? И за вольную греко-ремскую, и за женскую. И вот какие у вас лично планы и у самой федерации в целом? Ну, конечно, у федерации очень большие планы у нас. Конечно, в первую очередь это календарный план на ближайший год. Мы сейчас ввели новую такую, как сказать правильно, программу. Она называется ФБРК «Лига спортивной борьбы». Мы именно, наша федерация, ну, это наши новые планы, я говорю. Мы запускаем такой проект по регионам, по маленьким детям. Там будут, получается, они в регионах бороться, отбираться, формировать команду. Ну, и, конечно, после этого все уже сформированные команды будут приезжать в Бишкек и здесь, как бы, участвовать на соревнованиях. Вот эта лига детской борьбы, именно ФБРК, она будет, так и назваться, лига борьбы федерации. И девочки, и мальчики? И девочки, и мальчики. И возраст какой примерно? Возраст. Сейчас именно младшие дети мы взяли, младшие юноши от 9 до 12 лет и от 12 до 14 лет. Это вот наш новый проект по федерации. В целом, федерация вся, ну, конечно, сейчас, в первую очередь, на ближайший год календарный план. Мы сейчас обсуждаем с нашими новыми тренерами. Это все совместно идет. Ну, и, конечно, основная цель – ближайший олимпийский цикл. Все самые главные старты будут, как бы, все цели, задачи, все направлено туда. Вот вы сказали, что охват такой и будет акцент на деток. А есть ли какие-то цели по популяризации борьбы среди населения страны? Потому что вот если взять, например, там, футбол, его делают таким более общественным, да, устраивают, там, клубные соревнования между организациями и так далее. Борьба у нас не менее развивается тоже. И есть ли вот какие-то такие, может быть, планы? Как я вот до этого уже сказал, вот именно этот проект, он получается более, как бы, мы хотим разбудить те наши регионы. Вот у нас в некоторых регионах, например, вольная греко-римская борьба есть, а женской борьбы нету. И поэтому мы буквально вот месяц назад назначили на каждую область наших представителей, закрепили их. И они будут отвечать за наши внутренние сначала соревнования по областям. И после этого, как бы, уже формировать команды и приезжать уже в город. И здесь наши детки-манеки будут пробовать свои силы между, получается, команда на команду. Это не личное будет. Это вот именно, чтобы и... Не только за кого-то, сам за себя болел, например. Не индивидуально, а такой командный. Да, командный подход мы сделали. И, ну, я думаю, это очень такой, знаете, будет проект именно вот, чтобы разбудить и, как бы, дать какой-то старт новый. У нас, в принципе, и так борьба, наверное, я не ошибусь, если скажу, что самый популярный вид спорта. И мы еще хотим такое новшество вести, как бы, еще больше разбудить. И та же популяризация спорта нашего, как бы... Ну, вот примерно какое количество, допустим, детей от одного региона? То есть вы предусматриваете же, ну, вот, эти соревнования и сколько будет участников? Уже с возрастом определились, что девочки и мальчики? Я так думаю, они в первую очередь у себя по областям будут отбираться. Это уже, ну, конечно, от региона зависит. Ну, я так думаю, примерно по регионам где-то охват будет 200-300 наших детей задействовано. Плюс они будут там отбираться и уже приезжать в город. И в городе уже тоже, ну, где-то в районе 200 ребят в год два раза такой турнир будет проходить. Именно городской, республиканский, просто в городе. И 250-300 человек. Я думаю, мы будем каждое соревнование задействовать. Это отличные планы. Вот мне интересно, будут ли изменения в системе подготовки спортсменов, уже действующих и, ну, вот, начинающих? Безусловно, мы это тоже рассматриваем. Даже не рассматриваем, работаем над этим. Мы очень, как так правильно выразится, совместно с нашими тренерами, совместно с федерацией будем это, с нашими врачами, будем это как-то обсуждать и идти вперед. Кстати, вы насчет врачей мне напомнили, такой вопрос стоял после Олимпийских игр насчет психолога и диетолога. Вот как вот новый состав обновленной руководства федерации в этом направлении двигается или есть ли у вас какие-то планы? Ну, вот, что вы думаете по этому поводу? Ну, мое личное мнение, честно сказать, конечно, например, Олимпийские игры, это очень, в первую очередь, такой психологический настрой. Я так думаю, что это очень важно и, конечно, мы работаем над этим, уже ведутся переговоры именно в этом направлении. Работа началась и идет. То есть, ну, как бы, вы считаете, что это важно и необходимо? Я считаю, да, это очень важно. Хотелось бы мне отметить сразу, вот тоже для всех, и чтобы для телезрителей, чтобы таких нападков не было в сторону федерации, на самом деле, вот у нас нет, по-моему, психологов спортивных в нашей стране, или есть, но мы о них не знаем. То есть, вот такой был шум насчет этого всего, и как-то выявились какие-то люди, ну, вот вы говорите, ведутся какие-то переговоры, потому что специалиста с другой стороны привлечь, это уже, ну, лично я считаю, что неправильно. Почему? Потому что все равно есть такой человеческий фактор, да, и когда ты там, к примеру, с Казахстана, то тебе сказали, там, ты с Казахстана или с Кыргызстана, соответственно, там, ты, ну, вполне можешь нарушить какие-то вот эти нормы и правила врачебные, вот, поэтому я в этом плане понимаю, что сложно, и вот есть ли у нас внутри страны специалисты? Безусловно, у нас есть такие специалисты, и даже я, наверное, не ошибусь, если я скажу, то, что они, ну, как бы на таком очень хорошем, высоком уровне стоят, просто почему-то... У них не было необходимости до, вот, Олимпийских игр в Париже. У каждого свой подход, ну, сейчас, ну, мое личное мнение, обратно же, я повторюсь, это очень важно, даже, можно сказать, по-своему, такая тоже психологическая подготовка должна быть у каждого спортсмена, и не только подготовка, но и на период соревнований. Вот мы поговорили насчет психолога, а вот в плане диетолога, то есть, я знаю, что там практиковали такие моменты, как, ну, пробовали вот здоровое питание, ПП, но организм Кыргыза, как говорится, да, он приспособлен немного иначе, вот, даже вот я, как бы, о себе могу сказать, что без мяса я жить не могу, да, и как вот в этом направлении? В этом направлении тоже, вы правильно сказали, наверное, каждый организм, каждый Кыргыз, наверное, в первую очередь, не может без мяса, Ну, я так думаю, профессиональный спортсмен, он должен не только уже, когда там на Олимпийские игры едет или на Чемпионаты мира, он должен понимать, как только попал в состав сборной команды, самого юного возраста, он уже должен с этого момента, в первую очередь, сам учиться, в первую очередь, читать, как-то где-то придерживать, да, где-то, наоборот, добавлять. Ну, это все, конечно, с опытом приходит, но это очень важный такой момент. То есть, вы имеете в виду личностный рост, совершенствование, самосовершенствование, саморазвитие, то есть, то сейчас, о чем кричит весь интернет, мне кажется, да, что ПП... Я согласен, да, я про это же и говорю, то, что в первую очередь, конечно, спортсмен сам должен об этом думать, и потому что у каждого организм очень такой индивидуальный. И с вашей стороны, со стороны Федерации будет поддержка? Конечно, это безусловно, Федерация, она во всех направлениях старается помочь и работает над этим. Ну, обратно же, мое такое личное мнение, как и спортсмена бывшего, и просто, например, человек, который любит спорт, ну, я так думаю, человек, в первую очередь, сам должен начинать, так как это его организм и его спортивная карьера. Хорошо. Поменялся состав тренерского штаба по греко-римской вольной борьбе, отчего отталкивалось руководство Федерации, и вот пройдемся по новым личностям, ну, и они не новые, а на самом деле старые, да, Азат Мирахимов назначен тренером по вольной борьбе, Уран Калилов по греко-римской, вот об этом моменте. Ну, об этом моменте, это наша новая команда, наши старшие и главные тренера, главные тренера. Конечно, хотелось бы пожелать нашим тренерам, в первую очередь, терпение, труд. Мы очень, как сказать, так плотно вместе ведем работу. Я думаю, ну, наши ребята, наши тренера, как бы, в спорте себя очень хорошо зарекомендовали. Ну, и я надеюсь, что и в тренерской работе они еще лучше себя зарекомендуют. И вот к завершению нашего разговора, изменится ли подход отбора в сборную страны, это вот такой главный вопрос, потому что есть такой момент, это лично вот как бы я заметила, что наши звезды не всегда участвуют в чемпионате республики, что не дает возможности, не выезжая из страны другим спортсменам, состязаться с чемпионами мира и набираться опыта на своем домашнем ковре. Вот рассматриваются ли какие-то изменения в этом? То есть, может быть, ну, как сказать, я думаю, вы поняли меня. Я помню ваш вопрос. Наверное, будет неправильно, если я буду отвечать на этот ваш вопрос, потому что у нас назначены наши главные тренера. И, конечно, вы имеете в виду об изменении подхода? Да, 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 об изменении подхода, да. Конечно, мое личное мнение, видите, просто у каждого тренера, у него свои взгляды. Своя методика. Что-то как-то говорить, я думаю, со стороны федерации это будет неправильно. Ну, я так думаю, наверное, как есть чемпионат республики, там проводится отбор. Ну, это мое личное мнение, может быть, я ошибаюсь. Я думаю, на этом как бы и отбор должен остаться. Это мое личное мнение. Конечно, бывает форс-мажорные какие-нибудь обстоятельства, там травмировался, кто-то не смог выступить на чемпионате, там заболел. Пересмотреть это, конечно, можно, но обратно же это, как сказать, за это отвечает тренерский штаб. И я думаю, им, они могут нас услышать, но им виднее. То есть, смотрите, я понимаю, что сейчас у вас только-только состав сформировался, и вы сейчас, я так думаю, в течение декабря будете как раз-таки обсуждать все эти вопросы, потому что чемпионат страны у нас уже в начале января, там, к моему, да? 8-11 января, дорогие телезрители, ждем чемпионат страны, вот, и, ну, понятно, что эти вопросы будут решаемы, подниматься, вы будете обсуждать, и все мы увидим на, как раз-таки чемпионате, чемпионате Кыргызстана. Ну да, я думаю, будет чемпионат республики наш, сначала греко-римская борьба начинает два дня, потом после них вольная борьба начинает. Ну, я думаю, на первый чемпионат Азии, как бы, как раз-таки определит взрослый чемпионат победители. Ну и последний вопрос, какие в целом цели на олимпийский цикл, на, ну, вообще акцент, конечно же, у нас в олимпийских видах, это олимпийские игры, 2028 год, 4 года, как раз вы в самом начале, старт, у вас все, вот, можно сказать, в рукавах, и вот, какие амбиции? Амбиции, конечно, очень, как сказать, сильные, высокие, наши борцы, можно сказать, максимально подняли нашу планку, единственное, мне кажется, мне не кажется, единственное, только нету золота в копилке вообще наших борцов, поэтому ближайший олимпийский год, конечно же, в первую очередь, это олимпийское золото. Цель, задача, как бы, не только у федерации, а полностью новая команда, так скажем. Поэтому только вперед за олимпийским золотом. Алга, Кыргызстан! Я желаю вам успехов, удачи! Спасибо большое! А вам, дорогие телезрители, я напоминаю, что в гостях передачи «Время спорта» первый вице-президент Федерации спортивной борьбы Кыргызстана Султан Муктаров. Это были главные спортивные новости. Занимайтесь спортом, держите себя в тонусе и смотрите передачу «Время спорта». До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!